моя любимая передача была это соловьев это каждый день путин это был мой кумир у меня даже в фейсбуке был крым наш или что-то такое там или за путину какой-то российский флаг но слове его больше не смотрю так я скажу значит и я не знаю я для себя эту проблему еще не решила насколько виновата в этом руководство страны в том что происходит да потому что делают все эти пакости люди которые рядом с нами понимаете не путин же пытает людей тому проще ну нет же это мелкие люди на местах которые вот как бы создают какой-то беспредел вот это беззаконие творят понимаете меня зовут саликова ольга я супруга саликова игоря михайловича значит живу в санкт-петербурге где собственно все вот эти события неприятные моей жизни нашей семейной жизни произошли 7 мая 2018 года в нашем загородном доме произошел так называемый обыск моего мужа во время обыска изуродовали его превратили в инвалида сотрудник фсб кирсанов вставил лежащему на полу человеку ружье в задний проход карабин тигр соответственно он порвал ему своим вот этим действием кишечник и мочевой пузырь на обыск это было не похоже я подумала что это бандитский какой-то налет а и меня буквально там через там 10 минут вывезли с этого обыска посадили в машину и повезли в неизвестном мне направлении что эти люди я не знаю что с моим мужем непонятно и в тот момент когда мне везли я им сказала и вы что вот этот кирсанов который с вами он пришел моего мужа убивать значит и привезли меня в как выяснилось следственный комитет приморского района когда мы туда приехали я увидела надпись что это я выдохнула немножко я хоть пила что это ну действительно какие-то органы они бандиты большой дороги меня вызвал такой следователь по мере курила насколько я знаю нужно больше не работает как бы в органах все-таки как какая-то там машина по очистке вот таких людей работает ввелся достаточно грубо а потом мне вообще сказал у меня честно говоря этим выбило склеи конечно мне сказал что у саликова спалилась старая анальная трещина в больнице я очень часто вспоминаю вот этот его смех узнете полудемонический но нечеловеческий когда он говорил что у саликова воспалилась старая анальная трещина больница он хохотал как умалишенный знаете ему было смешно вот я вышла в коридор вот к этим двум сопровождающим и заплакала вот и когда услышала что мой муж больницы я конечно поняла что я права вот в той части что ну не просто так они приехали то не просто обыск как бы да вот что то такое связано с тем чтобы как-то ему серьезно навредить нас спасло то что у нас доме в тот день оказалось ночевать наша домработница и помощница по хозяйству молодая девушка и они прошли проверили дом как потом выяснилось а она находилась в дальней комнате и там такая комната она как бы по периметру прямоугольная вот заходишь а справа такой ольков где стоит ее кровать почему они до конца и даже кирсанов на суде говорил что этой они там этой помощницы и и там не было я смотрел типа не было повезло что эта девушка вот спасибо ей большое она вызвала полицию потому что она мне тоже не потом сказал что я увидела но услышала крики хлопания дверей и посмотрела в окно и увидела ну в каких-то людей там в масках ну она тоже подумал что это бандиты вызвала полицию приехала из рощина полицейские и такой интересный момент был они подошли к дому их не пустили вышел кирсанов и не пустил полицию но помните им пришлось вызвать скорую так приезжала полиция но все-таки как-то я не знаю чем бы закончился этот обыск вообще может быть его оставили стекать кровью он бы умер ну я предполагаю когда то что немножко вот карты сбил приезд полицейских они вызвали скорую отвезли его на скорую больницу у меня такой характер когда что-то случается вот такой заряды вон выходящий какой-то серьезно такая стрессовая ситуация я становлюсь как знаете как из железобетона и принципе это меня спасло вот на во всей этой ситуации я не плакала я не нервничала вот какое-то такое знаете спокойствие но оно пугающее то есть я понимала что что-то со мной происходит такое ну страшно потому что вот это кстати когда у вас нет никаких чувств и эмоций вот вообще вы ничего не чувствуете абсолютно вы ничего не чувствуете и конечно это не моя заслуга что я смогла себя так вот собраться и спокойно вести это гены меня воспитывала до 14 лет моя бабушка которая прошла три войны финскую великое отечество и манжуре воевала она в том числе на волоколамском шоссе под москвой то есть были страшные бои и какие-то там истории она не рассказывала в том числе говорила что когда они воевали они не верили в победу но они боролись за справедливость что это все что происходило это несправедливо враг пришел нашу землю ну и прочее и вот я эти слова вспоминал очень часто и это давал мне сил собственно писать я жалобы начала сразу же вот на следующий день по моему поступила я написал первую жалобу написал вообще события которые происходили как это было то есть я писала в общественной организации в редакции всех известных мне газет ну естественно генеральную прокуратуру российской федерации посмотрела в интернете как писать где находится там что в шапке писать значит следственный комитет россии который находится в москве фсб россии и все это я дублировала и как бы в местной там организации сан петербурга значит около месяца он лежал в больнице после того как его выписали какое-то определенное количество дней мы пожили еще ну в спокойном режиме да и к нам пришли с очередным обыском и его арестовали против него возбудили дело его обвинили в организации насильственных действий в отношении бывшего любовника его бывшей жены естественно кирсанова говорил что это не он что мой муж вышел в туалет там у нас изъяли какой-то ёршик для туалета якобы он ёршиком сам себе там что-то сделал как бы да я вовремя сориентировалась мне помогла одна знакомая в первый же день когда это произошло она мне сказал что есть такая организация о н.к. я как только мужем его арестовали через месяц после нахождения в больнице я написала по электронной почте письмо в н.к. и на следующий день две героические женщины два героических человека яна теплик теплицкая катерина косаревская уже оказались в сизу то есть пол первой ночи написала с утра они уже пошли туда они позвонили сказать что с моим мужем все в порядке правда они как бы как сказать они не то чтобы не верили да ну они мне говорили что этого кирсанова не привлекут там была ситуация такая что мой муж уже сидел и на суде над кирсанова мой муж находился в клетке а кирсанов приходилось адвокатом наглый такой с такой усмешкой и вел себя так как будто он наверняка знал что ему ничего не будет то есть он был с твердой уверенностью что его не посадить до самого последнего момента я поняла что надо бороться взяла обошла соседей и получила в одном месте камеры видео с камер вот потому что на тот момент когда проводили уже потом проверку впоследствии никаких данных камер уже не сохранилась нигде но не какое-то время хранятся стираются и на этих камерах я увидела как следователь встречает скорую там что-то нахуй был кирсанов там ну сколько их человек было по количеству и прочее то есть это все было видно и в своих жалобах я писала прямо по времени там в 6 столько-то в 6 там 30 произошло тут а в 7 30 тут а там к следователь курил на своей машине приход заправки встретил скоро во сколько все достаточно подробно и в материалах уголовного дела я потом увидела что фамилия кирсанов вот в точно таком же протоколе обыска появилась то есть у нас была копия где его нет а в уголовном деле он на каждой странице его подпись стоит и он вписан последним там прямо в протоколе обыска то есть как бы вот эти камеры мои жалобы но и же тоже читали наверное да эти люди они поняли что существуют какие-то видеокамеры какие они не знают что на них изображено они не понимают но как бы кирсанов там присутствует его вписали вот этот протокол обыска приходили отписки в том числе что проведены проверки противоправных действий не обнаружено я ходила на приемы на личные приемы там в следственный комитет в прокуратуру вот и я не знаю что сдвинула эту ситуацию ну наверное все таки экспертизы проведенные следователем по делу ну экспертиза голоса вот этой девушке которая звонила что она там действительно было и она была свидетелем да вот этого всего экспертиза оружия да что действительно им была быть нанесена такая травма там ну как бы экспертизы которые проводила военное следствие исследователь так и говорил это ваши слова против слов кирсанова пока не будет экспертиз я как бы ну ничего не могу сделать но экспертизы подтвердили то как это все происходило на самом деле а и вот чем еще помогли девочки из унк они не организовывали встречи приглашали меня встречи например приезжал федотов это глава из печи на тот момент при президенте российской федерации там был смысловский известный так куда вот товарищ звонит за и как бы где я тоже в том числе рассказывал об этой истории я принесла документы которые меня на тот момент имелись там справки по здоровью моего супруга то есть но как ты и у них тоже был сначала шок они понимали вообще как это ружьем во время обыска то есть но эти люди я думаю что они видели слышали много в своей жизни да но они тоже были крайне поражены я не знаю кто это со мной стали происходить какие-то странные вещи которые до этого не происходили скажем так я не знаю кто это делал ну я не могу сказать назвать конкретных фамилий прочим просто однажды в доме в огоньках где жила одна на тот момент ворвался какой-то залез в окно какой-то человек я успел увидеть выбрану в другое окно там позвала охрану то есть как-то это ничего со мной не произошло не знаю что он хотел сделать может быть это вор бандит но ни до ни после вот этих событий не кто-то к нам туда не забирался потом не ослабили четыре болта на леди мы переднем колесе я это вовремя заметила какой-то звук и как бы но опять же куда-то обращаться мне сказали что но не может сами открутились но ослабились как-то тут 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 же нет никто искать не будет того кто это сделал грубо говоря но отваливается левое переднее колесо понятно да что как бы со мной не очень все хорошо и однажды был случай уже перед перед самым приговором персонала теле за две наверно я не помню сейчас их аналогия это было девятнадцатом году у меня в машине сломалась сигнализация не пришлось ну перестал путь работать мне пришлось вызвать лад они меня отрезали все отключили сигнализацию и на следующий день я ехала на работу машине мне ставила бутылка с водой я сделала пару глотков и как-то все стало странно чувствует вот доехав до работы я поняла что я в полном неадеквате ну что-то со мной происходит непонятно что я поставил машину во дворе взяла такси приехал домой и у меня такое состояние началось ну я какой-то частью мозга чувствую что я схожу с ума мне станет ужас и не хочет из окна выпрыгнуть ну какой-то вот я там пила корвалол валерьянку там что-то как-то питаться но это это ужас был поливалась холодной водой ничего не помогал как-то я с этим справилась не знаю как я обратилась к врачу я подумала что мне на фоне вот того что я я же не плакала там не переживала как вот обычно за стандартность этой ситуации накопилось может быть вот я уже там схожу с ума но врач я объяснила врачу психиатру что со мной происходило как какие там я при этом переживала эмоции и прочие мысли вот и она мне сказала что я что-то приняла какое психиатрубное вещество я принимала я ничего не принимаю слава богу и не принимала никогда я вспомнила что перед тем как мне стало плохо я сделала пару глотков этой водички накануне у меня сломалась сигнализация в машине судя по тому что я узнала как бы да про вот эту статистику про эту палочную систему я понимала что как бы при учитывая все обстоятельства у моего мужа будет приговор обвинительный то есть я к этому была готова как эта надежда была вот призрачная небольшая но в принципе я понимала что как бы ну приговор будет обвинительный и в любом случае с этим нужно просто справиться это пережить и все будет хорошо главное морально его поддерживает значит приговору действительно был обвинительным удали три с половиной года он еще чуть посидел и вышел по приговор кирсанову на сам хотя ездила практически на все судебные заседания военный суд по кирсанову но на сам приговор я не поехала и я от себя это отстранила думаю нет я не хочу нервничать все спокойно нормально я поехала на работу и узнала об этом этот адвокат от павла александровича ясмана что как бы он получил четыре года вот и первый раз за все это время я заплакала мне заплакала так вообще никогда в жизни не плакал у меня прям все тело вот как бы знаете содрогалось это такой был вот выход вот всего этого вот накопившегося ну это продолжалось продолжалось недолго буквально пять минут я взялась в руки успокоилась как бы и я конечно понимаю что четыре года наверное это мало но в моем случае в нашем случае с моим мужем но это победа потому что человек получил заслуженное наказание пусть небольшое но по крайней мере он не будет больше работать в органах и никому такие методы дознания ну вообще не сможет применить когда это случилось это случилось с 7 мая а 8 мая мы должны были совершить определенную процедуру эко до восемнадцатом году мы там долго готовились там это это не сразу как бы происходит нужно там определенную подготовку там и прочее то есть это вот ну на один день мы это скажем так не получилось соответственно а план остались прежние вылечить его чтобы он был здоровым человеком вот надеюсь мы этого добились сейчас вот последние операции как бы вроде сегодня нормализовалась вот и как планируем деток опять же положительные эмоции как-то вот у нас все хорошо мы эту историю редко вспоминаю но конечно мировоззрение наше изменилось для меня эта ситуация она как бы я стала по-другому смотреть на мир и на многие вещи конечно всем не хватает доброты ну не хватает я уже не говорю о каком-то милосердии просто какой-то доброте вот эта злость такая какая-то не мотивированная она конечно делает нашу страну вот совершенно отвратительный а